Всех приветствую, братья и сестры. Мы откроем послание Иакова, первую главу, и прочитаем с 18 стиха и ниже. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Итак, братья мои, возлюбленные, всякий человек добудет скорно слышание, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости прим насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только обманывающих самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Всякий раз, когда Христос обращался к народу, мы иногда читаем и слышим эти слова, когда Христос говорит, «Всякий, кто имеет уши слышать, да слышит». Потому что люди всякие были вокруг, которые слушали слово Его. Кто-то был безграмотный, не умел читать, не мог читать. И поэтому Господь как бы внимание обращал на то, что если ты слушаешь, если у тебя есть уши, то слушай то, что говорит слово Его. Мое внимание хотелось сегодня обратить на 22 стих в этом послании Иакова, в этой первой главе, где он говорит, «Будьте же исполнители слова, а не слышатели, только обманывающие самих себя». Знаете, слова этого текста, они говорят нам, что необходимо не только читать слово Божье, не только слышать то, что мы слышим или проповедовать, но он особенно обостряет внимание и говорит, «Будьте же исполнители слова». Сегодня все верующие имеют на руках своих печатное слово, и даже неверующие. И сегодня можно открыть свой айфон, айпад, нажать несколько кнопок, и у тебя перед тобой слово Божье. И многие читают, многие читают. Я бы хотел обратить внимание, что многие, но не все. Потому что сегодня есть люди те, которые считают, сколько раз они прочитали Библию от корочки до корочки. И человек как-то этим, ну, гордится даже. Есть люди те, которые заучивают священное писание, берут целые главы, тексты, может быть, даже книги, и мы удивляемся и говорим, как это возможно заучить и знать наизусть. Есть люди те, которые коллекционируют Библию. Различные переводы, различные издания разных времен. И люди как-то ставят и гордятся этим. Плохо ли это? Я думаю, что это хорошо. Хорошо, но не главное. Это потому что Слово Божье нам сегодня говорит. Главное – это исполнение. Все остальное о том, о чем мы говорим, оно и необходимо, может быть, и хорошо, и полезно, но это второстепенно. Тогда, когда мы слышим, это хорошо. Потому что не все люди могли и могут на сегодня, может быть, читать. Не все люди могут заучить священное писание. Не каждому дана эта способность заучивать. Не все могут помнить, где написано то или иное место священного писания, и свободно открыть в любом месте и сказать, вот это там написано, это там написано. Но знаете, Слово Божье говорит нам, что мы должны быть исполнителем. И поэтому все, кто слышит Слово Божье, должны исполнять его. И когда мы читаем Слово Божье, знаете, следует уяснить четыре вещи. Первое – это, что говорит Господь в Слове Своем. Второе – для чего говорит Господь. Третье – как оно воспринимается нами. И четвертое – исполнил ли я Его это Слово, которое я слышал. Мне хотелось перед нашей молитвой просто коротко посмотреть на вот эти четыре момента в жизни нашей, связанные со слышанием Слова Божье. Первое – что говорит Господь. Что говорит Господь нам через Слово Свое. Часто мы слышим, понимаем, но не соображаем, может быть, что говорит Господь. И потому делаем какие-то ошибки, делаем неправильные действия. Это значит от того, что мы, часто слушая Слово Божье, бываем невнимательны. Пророк Исаия в 55 главе, находим во втором стихе, он говорит такую фразу. «Послушайте меня внимательно». Он обращается к народу своему и говорит «Послушайте меня внимательно», для того, чтобы нам не пропустить что-то, для того, чтобы уяснить правильно то, что говорит нам Слово Божье. Знаете, иногда мы говорим своим детям, мы имели детей своих, и тот, кто сейчас имеет маленьких детей, мы обращаемся к ним и говорим, чтобы он что-то сделал или принес. И ребенок, не дослушав, начинает бежать куда-то, и мы останавливаем ему, мы говорим «Иди-ка сюда, подойди ко мне, ну-ка смотри хорошенько в мои глаза, смотри на меня, опусти ручки, не шевелись, чтобы ты понял, что я тебе хочу сказать». И мы объясняем ребенку, да, и говорим «А теперь понял? Ну а теперь иди и делай». Как часто у Бога мы бываем подобными детьми, когда мы начинаем что-то делать, не до конца поняв то, что Господь хочет от нас, чтобы мы сделали. Поэтому нам особо нужно знать и понимать, особо быть внимательными к тому, что Господь говорит нам через Слово Свое, для того, чтобы не делать каких-то ошибок. Второе, да для чего Господь говорит? Для чего Господь говорит Слово Свое? У пророка Исаия в 55 главе 11 стих мы читаем такие слова «Так и Слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Всякий раз, когда мы читаем и слышим Слово Божие, мы обращаем внимание на такие тексты писания, как, может быть, притча, или какой-то пример, возможно, жизнь того или иного человека, или же просто историческая какая-то справка. То есть различные моменты жизни кто-то пропускает мимо, кто-то берет для себя какой-то урок, кто-то извлекает из этого. И поэтому для чего говорит Господь? Потому что он говорит, что оно совершает Слово мое, совершает то, для чего послал я его. И оно не возвращается ко мне тщетным, не возвращается ко мне обратно бесполезным. Поэтому важно сегодня нам уяснить, что Слово Господне, оно звучит к нам. И настолько, насколько мы внимательны бываем к тому, что оно говорит нам, апостол Павел пишет Тимофею, что все писание богодохновенно и полезно. Все писание богодохновенно и полезно. Третья сторона, как оно воспринимается мною, Слово Божье? Ведь часто мы бываем просто прослушали, оно вышло и ушло, и не осталось ничего. Очень важно, как мы относимся к тем словам, которые говорит Господь. Как оно воспринимается, как оно остается для меня лично. То ли это притча, то ли это пример, то ли это какой-то образ из характера и Слова, и Священного Писания. Потому что признать Слово, сказанное или услышанное за истину, это еще не жизнь. Это еще не жизнь. Потому что люди сознают и понимают, что есть Бог, что Он всемогущ, и что будет суд. Практически это хорошо, но может ничего не дать человеку. Иаков говорит, что пользы, 2 глава, 14 стих, что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет. Что польза от этого? Если человек сознает, что пьянство это плохо, но продолжает пить, что от этого пользы? Что польза, если человек принимает наркотики или живет безобразным образом жизни, он сознает, что это плохо, но он остается в этом же состоянии. Иаков говорит, что зеркало хорошо, тогда, когда человек посмотрел, но очень часто он отошел и забыл то, что он видел. Зеркало полезно для тех, кто может видеть. Слепому человеку зеркало не нужно. Человек неаккуратный, невнимательный, оно зеркало не поможет ему. Он подошел, увидел, отошел и забыл. Поэтому что польза, если человек видит свой недостаток, но он остается при этом же недостатки в своей жизни, так и живет. Что польза быть верующим, если человек не живет верою. Что польза соглашаться со словом, что оно правильное, но жить своей жизнью, жить жизнью неправедной. Поэтому как оно воспринимается мною, Слово Божие? Как я реагирую на то, что говорит ко мне лично Слово Божье? И, конечно, четвертое, это исполнил ли я повеление, которое говорит Господь? Исполнил ли я? Был ли я внимательным ко всему тому, что было сказано? Это нужно, можно очень просто проверить. Проверить себя, исполнил ли я и исполняю ли я то Слово, которое я слышу? Христос в 7 главе в Евангелии Матфея дает совет и дает конкретно определение благоразумного и неразумного и безрассудного раба, те, которые строят. Он говорит, что 7 глава, 24 стих, что благоразумный он строит на камне и подует ветер, и пойдет дождь, и оно устоит. А безрассудный он потеряет все. Поэтому Христос призывает нас исследовать Писание, потому что Он говорит, через них вы хотите иметь жизнь вечную. Как важно сегодня при исследовании мы должны уяснить две вещи. Исследовать, что Бог говорит нам и исследовать, как я отвечаю на Божий призыв. То, что Господь говорит мне через слышание Слова Его. Потому что мы понимаем, что Слово Его это чертежи для того, чтобы строить. И если мы не разбираемся в этих чертежах, то мы и то и строим. Это чертежи для строительства нашего духовного дома, который или устоит, или упадет. Поэтому Господь сегодня призывает нас через Иакова и говорит, будьте же исполнители Слова, а не слышатели только обманывающие самих себя. Пусть Господь благословит нас, уясните это. Аминь. Помолимся. Иисус. Иисус. Иисус.